Мои хорошие, рада всех приветствовать. Сейчас у меня будет раздел такой по поводу онкологии. Я сама столкнулась с этим, я сейчас прохожу этот путь. Я борюсь уже два года, поэтому мне есть чем поделиться с вами. Сейчас это тема для тех, кто болеет, кто будет в дальнейшем лечиться, кого, может быть, родственники болеют. Я хочу поделиться своим, свой путь рассказать, о том, как я это прохожу, может быть, кому-то будет полезно. Так вот, о болезни я узнала, приехав в Польшу после начала войны, и сама я с Харькова. У меня болел несколько дней живот, я не могла терпеть, глотала бейсболы. 9 апреля в 3.10 ночи я вызываю скорую, меня привозят в хирургию, мне делают рентген, у меня сильно вздукся живот, меня бросало в жар, в холод, мне тошнило, я не могла нормально сходить в туалет, живот болел адски везде просто, и прям вздувался. Вот, мне сделали рентген, и сказали, что у меня непроходимость кишечника, и нужно резать. На тот момент, на самом деле, мне было все равно, что они сделают, лишь бы просто у меня ничего не болело. Вот, и мне сделали операцию, 4,5 часа делась операция, мне вырезали опухоль, разрезали живот 21 сантиметр, где-то шов был с шерискобами, утром хирург приходит и говорит, что у меня рак, мне вырезали опухоль, вот, мы сделали томографию, и томография показала, что у меня рак, рак симовинной кишки, поставили четвертую стадию, потому что уже пошли отдаленные метастазы в печень. Вот, я месяц восстанавливалась, и дальше меня направили к онкологу, в моем случае печень сильно поражена множественными метастазами, вот, есть два больших кластера, ну, немножко там один увеличился, другой уменьшился, и остальные у меня до 11 миллиметров, вот, и с июня 22-го года у меня началась химия. Я уже прошла 39 химий, каждые 2 недели у меня химия, вот, это сложный путь, скажу так, я была лысая, мне потом поменяли протокол лечения, волосы начали расти, вот, не росло, а сейчас уже, вот, выросла, растет. Вот, химия тяжелая, по побочкам было много разных побочек, тошнота, изжога, язвы во рту, головокружение, сыпь, рищи, прям такие гнойные, выистина, а потом синяки на ногах, ногти слазили, кожа трескалась, пересушенная, уголки рта трескались, вот, падало зрение, падало слух, нейропатия на позвоночник дало, кисты дало, селезенка чуть увеличена, кисты уже прошли, вот, по результатам химия вначале уменьшила мои метастазы, потом стояла на месте, потом увеличились они, потом они стояли на месте, вот, уже год стоят на месте, как я борюсь вообще, я стараюсь работать с психосоматикой, проработала все свои обиды, стрессы, стараюсь не нервничать, свежий воздух, более-менее здоровое питание, ну, иногда, конечно, на печеночку кушаем, но овощей много, да, фрукты, какие-то компотики, супчики, кашки не ем тоже, вот, но овощей много принимаю, кушаю, вот, дальше химию я прохожу, я молюсь, стараюсь молиться каждый день, вот, ну, это, конечно, самое основное, это позитивный настрой, потому что я реально очень хочу жить, у меня миллион планов, я не скажу, что это легко, потому что каждый день ты ищешь в себе силы бороться, находить силы, идти дальше, работать над собой, загорать себе эту свечу, которая должна гореть ярко для того, чтобы хотелось идти дальше, потому что это очень сложный путь, пока мы с моими метастазами стоят на месте, да, мы химию сдерживаем, я надеюсь, что я войду в ремиссию, но сдаваться я не собираюсь, мне кажется, даже если вдруг когда-нибудь мне скажут доктора, что все, шансы в нема, я все равно буду бороться до последнего и верить в чудо, потому что, как мне кажется, что это очень важно, знаете, кто бы что ни говорил, поддержка, миллион людей будут говорить, держись, все будет хорошо, ты вылечишься, ты войдешь в ремиссию, точнее сказать, я хочу сказать, что основное, это найти силу внутри себя, это очень важно, вот внутри себя захотеть жить, нарисовать себе планы, мечты, стараться действовать, жить между химиями, потому что химия у меня каждые две недели, потом по бочке, ты отходишь, и опять новая химия, это сложно, организму дается, организм измотан, сил нет, иногда даже встать с кровати не можешь, но ты к этому привыкаешь, ты привыкаешь жить обычной жизнью, несмотря ни на что, даже с учетом того, что у тебя есть вот такие ограничения, да, что ты не можешь устроиться на работу нормальную, вот, но подумайте сами, у вас есть миллион разных вариантов заработка, как реализовать себя и жить дальше, попытаясь полноценной жизнью жить, есть силы немножко спорт, потому что я немножко стараюсь заниматься все равно спортом, держать себя в норме, по красоте, я скажу, что это очень сложно, потому что ты меняешься, отечность, неотечность, ресницы, брови, но мне, кстати, брови у меня росли, ресницы крутились, и брови тоже крутились, вот, но у меня пермамент, делала пермамент на свой страх и риск, все согласовываем с врачом своим, лечащим, я не согласовывала дело сама, но это, опять же, только вы тогда в ответе, если вдруг что-то будет не так, не советую повторять со мной, но я так делаю, вот, сложно себя принимать новой, сложно видеть, допустим, ту же лысую башку, страшное лицо, прыщавое в зеркале, опять же, у всех по-разному, у всех разная химия, у всех разный рак, то у всех все равно по-разному, но вот стараться, стараюсь вставать через не могу, через не хочу, на массилу, лежишь, но встаешь через силу, идешь, делаешь что-то, на самом деле, когда ты не лежишь, не стонешь, а через силу идешь, что ты делаешь, твое внимание переводится с болезни, с того, что у тебя что-то болит постоянно, на то, что ты делаешь, готовить, не готовить, вот кто, чем любит заниматься, знаете, любите читать книжки, читайте книжки, любите рыбалку, сходите на рыбалку, Живите здесь и сейчас, вот реально любите, я не знаю, вышивать, вышивайте, если это есть возможность, потому что у меня еще нейропатия, плохо чувствую кончики пальцев, и я не могу нормально, допустим, делать теперь маникюр. Болезнь меня этого лишила временно, но ничего, будем дальше заниматься. Вот пытайтесь найти, вы же чем-то увлекались и до болезни, вам же может быть что-то хотелось сделать, но вы никогда не решались. Пытайтесь, ищите варианты, ищите, кто-то вышивает, продает, кто-то вяжет, продает, кто-то пытается там какие-то уборки, не уборки, что-то делать, кто-то пытается даже на заводе работать какими-то сменами, где-то охранником, где-то еще что-то. Вот через не могу, пытайтесь пробовать жить обычной жизнью, жизнь не остановилась, понимаете, она продолжается, это ваша жизнь, это каждый день вашей жизни, и вы должны жить. Вы должны радоваться жизни, вы должны радоваться каждому дню. Жизнь такая, вот знаете, когда я заболела, я реально поняла, насколько круто, ты идешь на улицу, ты чувствуешь этот аромат улицы, ты чувствуешь запах дождя, ты чувствуешь это солнышко, горы эти. Вот хотелось попутешествовать, постарайтесь по максимуму, бюджетные, я не говорю, да, там, если нет денег, то ты идешь хотя бы, ну вот по возможности, рыбалка не стоит много денег. Я не знаю, погребы в лес, это тоже не стоит, только добраться до леса и пойти в лес погребы. Я не знаю, хотите танцевать, пробуйте танцевать, когда есть силы. Я не знаю, вот кто чем увлекается, старайтесь себя вытаскивать из этого дна, старайтесь не зацикливаться, старайтесь через не могу, через не хочу рисовать себе планы. У кого есть дети ради детей, у кого вообще, в основном, это, конечно, в первую очередь ради себя, по-любому вы должны нарисовать себе, что вы хотите жить. Ну как это вы не хотите жить? Я понимаю, это сложно, но в жизни людей миньон, есть ситуации, когда еще сложнее, чем нам, понимаете? Люди без рук живут, без ног живут, люди, психологические отклонения какие-то есть, люди там с ДЦП и так далее с детства рождаются, и они все равно пытаются жить и радоваться этому дню. Есть такие, что могут встать вообще с кровати, понимаете? Это сложно, это страшно, а у нас, в нашем случае, мы живем, мы пытаемся бороться, мы боремся. Как минимум, знаете, я хочу есть, вот, я хочу сделать все, чтобы я потом не жалела о том, что я что-то не сделала, знаете, я теперь сейчас живу здесь и сейчас, я не откладываю на потом. У меня есть сегодня, завтра, послезавтра я буду жить здесь, вот сейчас, в этот момент, потому что каждый день это дар Божий, ведь это прекрасно. У нас не будет другой жизни, понимаете? Не будет просто, поэтому мы берем, встаем через немогу, идем и делаем это. Да, какие-то дни есть полежать, набраться сил где-то, порыдать, это тоже нужно, не сдерживаем эмоции, понимаете? Ну, нельзя это в себе переносить, иначе вы зарветесь, как атомная бомба вообще. Но, даже в больницу иду, я стараюсь первый день в больнице наряжаться, вот, как могу, знаете, хной покрасила, брови пришла, там, самую красивую одежду одеваете, я не знаю, самую, пытайтесь накраситься даже, там, какой-то косметикой, как минимум тенюшками какую-то стрелочку нарисовать, знаете, я не знаю, нарядиться, музыку хорошую себе. Скачайте. Не идите туда, как на каторгу, иначе будете просто туда не хотеть больше идти никогда в жизни, будете каждый раз проклинать эту больницу и скажите, не хочу я идти дальше, не хочу это проходить. А когда ты идешь туда, как просто, вот, знаете, пришел на обследование, тебя покапали, там, для твоего организма это будет в дальнейшем хорошо, да, потому что так вы боретесь с этой болезнью, вот. Вот. Я себе составляю, составляю кучу планов в этот день, я читаю книжку, я слушаю музыку, я смотрю какое-то интересное кино, я расслабляюсь, я медитирую. Перед этим утром занимаются можно йогой, там, кто чем занимается, чуть фитнес, растяжек, не знаю, потому что в этот день, как бы, у тебя уже должен быть прилив немножко хотя бы сил. Вот. Не знаю, рисуйте, если это вас отвлекает, просто карандаш, блокнот, пишите стихи, вот, просто пытайтесь себя отвлечь, чтобы это не было так напряжно, мучительно, чтобы просто пришли, вас капают, у вас плохое состояние и так далее. Поспите, я не знаю, послушайте какие-то уроки, чему-то научитесь новому, вот у вас есть это время, не тратя его в пустую, сидя, жалея себя и говоря, что вот, какая жизнь несправедливая, я заболела раком, не заболела, почему вселенная дала мне это испытание. Старайтесь каждый день насыщать положительными эмоциями, я не говорю, что это легко, это будет очень сложно, очень сложно, потому что даже у меня иногда сдают нервы, я тоже ною, и думаю, за какие-то такие испытания мне это все пришло в жизни. Но надо находить себе силу, надо рисовать эти мечты, планы, надо, вы же чего-то хотели в жизни до болезни, вы же строили какие-то планы, вы же хотели, допустим, не знаю, убедить мир. Так живите этими мечтами и пытайтесь не ждать, а пытаться, знаете, реализовать все мечты и планы здесь, сегодня и сейчас, потому что это сложный путь, сложный, но это все ради того, чтобы жить в дальнейшем, радоваться жизнью каждому дню, проходит полная фильтрация в жизни и понимания в жизни близких, неблизких, ушли от вас близкие, не поддержали. Значит, вот, вселенная показывает, кто они есть для вас, что они вас кинули в такой ситуации, понимаете? Поэтому пытаемся изо всех сил, изо всех сил бороться, потому что это наша жизнь, потому что мы этого заслужили, потому что в мире есть столько всего прекрасного, интересного, столько всего классного, чего мы должны увидеть, понять, почувствовать, вкусить какие-то вкусные блюда. Я не знаю, кто увлекается готовкой, готовьте, я не знаю, готовьте на заказ для себя, радуйте близких, причем не обязательно для этого чего-то уметь, можно экономные какие-то варианты. Кто-то, может, давно хотел, я не знаю, открыть свой интернет-магазин, не интернет-магазин, какое-то свое дело. Можно сыр создавать, не сыр создавать, я не знаю, но вот попытайтесь жить здесь, сегодня и сейчас, потому что это круто. Тогда ты не чувствуешь себя ущербленным, тогда ты не чувствуешь, не ждешь того момента, что вот, а придет, а когда-нибудь я вылечусь, а потом ты думаешь, а вдруг я, может, и не вылечусь, а вдруг я, может, не войду в ремиссию. Вот, поэтому живите здесь и сейчас, и вы себя должны любить, должны желать жить эту жизнь, потому что она прекрасна, потому что она у вас есть. Вы в этот мир пришли не просто так, и если Бог вам, даже не Бог, нельзя так говорить, не Бога, если вам вот выпало в судьбе вот такое испытание, значит, оно должно что-то принести в вашу судьбу, в вашу жизнь, да, отфильтровать ваших близких, чтобы вы поняли и начали ценить этот прекрасный каждый день своей жизни, может, вы были недовольны своей жизнью, понимаете? Жизнь показала вот таким макаром, показала вам, что на самом деле жизнь прекрасна, вот. Просто хочу сказать, чтобы вы вот заражались каждый день, кто чем может, какой-то медитации, не медитации, йога, не йога, вот. Вот заживите свечу, помедитируйте немного, я не знаю, подумайте прекрасно, посмотрите на солнышко, на природу, это тоже все дает энергию, вы классные, вы справитесь обязательно, я в вас верю. Субтитры сделал DimaTorzok